А 20 октября, между прочим, это международный день авиадиспетчера. Да, действительно, а кто такой авиадиспетчер? Это дирижер, управляющий небесным оркестром ревущих авиационных турбин. Авиадиспетчер — это художник, рисующий свои картины на голубом полотне неба конденсационными следами самолетов. Но если придерживаться буквы воздушного закона, это специалист, осуществляющий управление воздушным движением Земли. О этой нелегкой и редкой профессии мы поговорим со специалистом-ветераном своего дела Алексеем Ботя. Доброе утро. Доброе утро. Рад вас видеть. И, естественно, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником и с тем, что вы когда-то выбрали такой непростой путь в своей жизни. Кстати, когда это было? Как давно вы в этой профессии? Это было, если взять больше 30 лет назад. Больше 30 лет назад. До этого у вас была какая-то другая профессия или как-то так сразу судьбово подарила шанс? Я с этой профессией познакомился, когда служил в Советской Армии. И вот мне там понравилось, и я дальше уже поступил в школу. И дальше пошел по... Знаете, там понравилось очень и нашему главному редактору, которая побывала у вас в гостях и приготовила очень интересную историю. Я хочу отметить для наших телезрителей, что редакция, да, и главный редактор программы «Утро на СТС» побывала там и сняла те кадры, которые не удавалось заснять еще ни одному телевидению в нашей стране. Мы первые. Итак, мы пробрались туда, где находится сердце, где работают все диспетчеры. Давайте посмотрим, как происходит этот интереснейший процесс, и после этого вернемся к беседе с нашим гостем. Он называется «Центр управления полетом». Начиная с 1961 года, 20 октября, отмечается Международный день авиадиспетчера. Молдова в числе стран, кто не стесняясь, может присоединиться к этому празднику. Ведь нам есть, кем гордиться. Любовь к самолетам и к авиации у меня средства. Поначалу я ходил на кружках авиамоделирования. Дальше была такая возможность сдавать тесты на профпригодность. В эту профессию я попала случайно, в желание что-то поменять в своей жизни. Будучи 4 года юристом, я пришла на авиашоу, и это меня зацепило. Так вот, я начала интересоваться и следить за процессом работы диспетчеров, что это такое, как. И попала на объявление о наборе диспетчеров. За безопасность воздушного движения в нашей стране отвечает предприятие «Молдаца», чья работа основана на международных и региональных нормах, внедренных в национальное законодательство. Профессия де контролор трафикэриан – это очень важная и мы, в зоа датаса, мы сомневаемся о тендинтах, о гуанах, по технологии софизикации, по другие эхипаменты performante, что душе в умбра элементу фактору уман или специалисту. Месажный мой, что для меня, так же, как и специалисты, как и специалисты, они на такой же уровне. И даже, в уроке, это гораздо более важная. Работа диспетчера службы управления воздушным движением является одной из самых сложных и самых стрессовых профессий в мире, поскольку диспетчер управляет воздушными судами и тем самым несет ответственность за жизнь сотни и даже тысячи людей в своем воздушном пространстве, в котором он управляет. Работа диспетчера, начнем с того, она очень романтичная, очень красивая, она всегда на высоте, но и довольно сложная, где-то напряженная. И очень просят от тебя много внимания, концентрации и быть всегда сфокусированными. Основную деятельность молдавские авиадиспетчеры осуществляют на двух пунктах. В зале управления воздушным движением, а также на контрольно-диспетчерском пункте, который сами работники называют вышкой. Диспетчера вышки занимаются визуальным контролем площади маневрирования аэропорта, взлетно-посадочной полосы, а также воздушного пространства вокруг аэропорта. Диспетчера, которые работают в зале УВД, осуществляют радиолокационный контроль, используя радиолокаторы, управляют воздушными судами, которые уже находятся в воздухе. Авиадиспетчер осуществляет так называемую проводку самолета по заданному маршруту в своей зоне ответственности, а потом передает управление им, диспетчерам других зон. Там у нас находится верхний контроль, он занимается управлением воздушным движением в секторе от 11 тысяч метров и выше, над республикой Мордова. Здесь находится второй контроль, он за ним управляет транзитными бортами от 11 тысяч метров и ниже. Это непосредственно сам экран локатора, через который мы непосредственно управляем воздушным движением. Значит, мы, используя этот экран, получаем, мы, скорее всего, наблюдаем информацию о курсе воздушного судна, его высота, его позывной, тип борта. Без технической поддержки выполнять свою работу авиадиспетчером было бы практически невозможно. На данный момент мы находимся в техническом зале. Это зал управления системами АЭС-УВД, автоматическое управление воздушным движением. Здесь рабочее место начальника смены технической дирекции, который отвечает непосредственно за работоспособность всего оборудования, которое необходимо диспетчеру при управлении воздушным движением. Это система связи. Тут у нас есть система, которая может мониторить все радиостанции на территории Молдовы. Здесь мы можем наблюдать за бортами, пролетающими над Республикой Молдовы, которые осуществляют посадку или взлет. Пока вы в качестве пассажира готовитесь к полету, проходите регистрацию, сдаете багаж, гуляете по магазинам в зале ожидания, каждый диспетчер в это же время осуществляет определенный ритуал и готовится к полету вместе с вами. Самое сложное – это когда очень много бортов, и еще плюс ко всему тяжелые метеоусловия. То есть когда или туман, то есть видимость низкая, или ветер, есть боковой очень сильный. И очень много бортов на то время, и ты должен всегда предоставлять информацию об улучшении, об ухудшении, получается как задержки, очень много задержек, потом все в кучу улетают. Вот это, наверное, самое тяжелое. От этих людей требуется не только совершенное владение профессиональными навыками, но и особая психологическая подготовка, физическое здоровье, знание английского языка. Пройти такую проверку способны действительно избранные, избранные небом. Это очень long процесс, если из 700 людей, в конце концов, где-то 150 людей. Вот так побывала редакция телеканала СТС в Центре управления полетами. В гостях у нас сегодня в свой профессиональный праздник. Алексей Бойца, доброе утро еще раз. Еще раз доброе утро, Алексей. Доброе утро, поздравляем вас. Вы знаете, настолько все интересно, настолько все сложно для нас. Настолько мало времени, давай спрашивать. Настолько много времени, поэтому расскажите, пожалуйста, как начинается ваша смена, с чего все начинается. Потому что это не просто обычная профессия, как-то все у вас необычно. Наша смена у всех людей. Утро начинается как обычное, но у нас как бы необычное. Мы приходим на работу. Прежде чем приступить к работе, мы проходим врача. Нас проверяет врач. А что проверяет конкретно? Пульс, внешность, чтобы самочувствие было хорошее. И после этого у нас есть инструктаж, брифинг мы делаем. На брифинге приходят специалисты, где мы ознакомимся, значит, инженер дежурный, который докладывает нам, что весь, все оборудование наземное, радиотехническое оборудование работает без замечаний в порядке, в штатном режиме. После этого доклада у нас есть синопти, которые ознакомливают нас с фактической погодой, прогнозируют погоду на территории Молдавии, запасные аэродромы, по аэродромам назначения. Вот кто знает самый точный прогноз погоды. Вот теперь я знаю, кто знает самый точный прогноз погоды. Вероятность 40%. Вероятно, да. Ну, это даже неплохо, мне кажется, да. И потом других специалистов, которые помогают в нашей работе, где там есть планы полетов. После этого мы поднимаемся, заступаем на дежурство, принимаем дежурство от сдающей смены. Диспетчер садится. Каждый диспетчер имеет свое рабочее место и отвечает за свою зону. И не то, что один диспетчер начинает управлять там с запуска двигателя и то, с самого высшего салона. Он отвечает за руление, за взлет. И с того момента, как он лагировался, нажал на кнопку и поставил свои инициалы, лагируется. Соответственность подойдет на его плечи. Да. Он несет юридическую ответственность. Скажите, пожалуйста, сколько вообще человек работает у вас и как много смен? У нас... Сколько длится смена? Мы начинаем в 7.58 часов заступаем на работу и работаем до 2 часа, до 14 часов, до 20 минут. Это первая смена. Вторая смена тоже самое, с 2.20 и до 8 часов вечера. Ночная смена заступает в 20 часов вечера и длится до 8 часов утра, 12 часов. Вот в это время диспетчер, ну, конечно, нас меняет, меняемся на обед, кушать, чай, кофе, все вот, что для нашего... Как вы решаете, мне интересно, чисто человеческий вопрос в празднике, да, если вдруг кому-то необходимо нести службу, а это необходимо в новогоднюю ночь, скажем? Значит, это такая профессия, что нет такого там суббота, воскресенье, день рождения, Новый год. Это ты постоянно находишься на работе. Но в виде исключения человек пишет заявление на отпуск, на 2, на 3 дня, и он получает. Это есть возможность, если есть, а если нет, значит, мы работаем. Это как... Это, кстати, вы 30 лет прав, как военная организация. Вы, наверное, за 30-летний стаж работы в этом направлении. У нас есть, кстати, архивные фотографии, хотели бы показать. Привыкли к такому графику? Или далось ли это легко? Или все ваши родственники, семья уже подстраиваются под вас, правда? Да, лично я привык. И семья привыкла. Раньше, вот, я так понимаю, что совершенно на другом оборудовании, естественно, совершенно было по-другому, вот как было это все 30 лет назад. Да, это Белик, герой Советского Союза, бывший военный летчик. Это тоже мой коллега по работе, я работал с ним. Это и работал. Это другой герой, тоже из бывших летчиков. Кого, как вы считаете, как человек с таким богатым опытом работы, как человек верный своей профессии, как, говорят, не возьмут в космонавты? Кто не может быть диспетчером? Точно не сможет. Вот какими качествами необходимо обладать, может быть, человеку, чтобы он стал? Каждый юноша, когда он с детства, у него есть мечта. И если он ставит своего упорства, он достигает эту мечту, он любит это. А если ты не любишь эту профессию, значит, ты долго там не задерживаешься. Либо от тебя уйдут, либо сам пока ты, ну, не понравится тебе. У нас были не уникальные случаи, но были вот такие случаи. Не выдерживали людей? Не выдерживали, и просто люди ушли. Сейчас у вас сколько? 600 человек работает, да? Нет. Больше? Значит, в Молдавии это... И меньше? Я вам расскажу. У нас где-то сейчас 60 диспетчеров. 60, да. Еще такая профессия диспетчер уникальна. Если нам в любой организации, или на фабрике, или на заводе, кому-то нужен бухгалтер. Где-то там в какой-то больнице доктор, водитель. Тут же поставишь объявление, через 3 девятки ты найдешь. А если Молдавия завтра скажет, вот мне надо 5 диспетчеров, или 1 диспетчеров, или 1 руководитель полета, вы их не найдете. Что делать тем, кто мечтает о небе и, в принципе, об этой профессии? Так вот не найти, ну что же делать, где учиться? Есть школы, в Молдавии, когда они объявляли набор этих, там, 3-4 набора было диспетчеров, значит, объявляется набор, заявлений дадут, может, 50-60 человек, а из этих там выберут 5 или 10 человек. С самого начала они проходят комиссию, это врачебную, летную, экстремную комиссию. Потом сдают экзамены, английский язык, то 4 уровень, то 5 уровень. После этого отправляют, ну, у нас обычно в Бухаресте. Раньше советские школы были, советские вузы, академии. Сейчас в Бухаресте приходят. Да, да, в Бухаресте учатся, потом приходят оттуда, не сразу, не сразу диспетчер, он уже не готовый. У него нет лицензии, у него есть диплом, что он закончил. А надо получить свидетельство, лицензию. А это надо еще как минимум полгода. Может, кто-то раньше 3 месяца возьмет. Все зависит от человека, все зависит, что у него здесь. И от желания, от его генов? Как он освоит эту работу? Вы знаете, я хочу сказать в завершении нашей беседы, что, наверное, ваша мечта, она все-таки сбылась. Потому что человек, вы наверняка в детстве мечтали о такой профессии, раз 30 лет, вы верно ей служите. Еще хочу добавить, что у диспетчера есть 3 свидетельства. Если есть 2, значит, нет одной, он не может управлять, его не разрешит на работу. Это свидетельство о медицине, свидетельство диспетчера и свидетельство английского языка. Вот эти 3, они отдельно, и нет одной, ты не можешь. То есть ты должен быть здоров, ты должен, второе свидетельство, быть профессионалом. И должен обладать знаниями иностранного языка английского. Потому что сейчас все, радиосвязь ведется на английском языке. Ну что, мы, пользуясь случаем, еще раз хотим поздравить вас с вашим профессиональным праздником. И хотим предложить вам поздравить ваших коллег при помощи нашего утра и нашего эфира. Да, спасибо. Дорогие коллеги, я вас поздравляю с профессиональным днем Международного Денева и Диспетчера. Желаю вам крепкого здоровья, счастья в личной жизни, благополучия в семье, чисто мирного неба. И желаю, чтобы у нас была достойная зарплата. Искренне от своей души пожелали то, чего пожелали. Но, вы знаете, ваши коллеги тоже решили вас поздравить, поэтому прямо сейчас мы переключаемся на... Это сюрприз для вас. Да, сюрприз. Сюрприз. Я хотела поздравить своих коллег с праздником, с нашим профессиональным, наших коллег, коллег за рубежом. Пожелать им, чтобы они оставались в этой профессии как можно больше, чтобы они дирижировали небесный оркестр как можно больше, и чтобы для них каждый день работа приносила удовольствие. Уважаемые коллеги, в связи с профессиональным праздником желаю вам больших успехов, высоких полетов, и чтобы количество взлётов всегда совпадало с количеством посадок. Дорогие коллеги, поздравляем вас с Международным днём авиадиспетчера. Желаем вам счастья, здоровья, успехов в работе и в личной жизни. Чтобы вы были здоровы и всех благ. Редактор субтитров А.Семкин